Всем привет, с вами снова Илья, это прогноз криптовалютного рынка на 14 февраля. В середине рабочей недели биткоин у нас снова переписывает годовые максимумы, на данный момент это уже 51 500 долларов. Сегодня с самого утра биткоин подрастает, при этом вчера еще пробил он 50 000 долларов. Давайте посмотрим, что у него, какие дальнейшие перспективы на среднесрочном горизонте, на долгосрочном. И вернемся к нашим альткоинам, которые более-менее начинают просыпаться также вслед за BTC. Итак, биткоин, значит начнем с краткосрочного графика. Здесь информации не очень прям много, после этого перейдем на долгосрочный график, где есть побольше новых вводных и далее посмотрим альты. Итак, значит что по биткоину, мы уже много раз рассматривали вот эту вот расширяющуюся формацию, вероятность которой, вероятность нахождения биткоина, в которой, ну, мною оценивалась как не очень высокая, однако, как мы видим, здесь она затянулась. И более того, после такого отбоя небольшого от верхней границы снова его пробивает. Вопрос, который мы должны себе здесь задать, очевидно, это истинный пробой или все-таки ложный пробой. Вопрос интересный, вопрос дискуссионный, да, и, значит, перейду сразу, наверное, к своему мнению. Я посмотрел, значит, как у нас с похожими формациями биткоин расправлялся в рамках этого цикла, с учетом того, что, ну, на рынке есть определенные инфоповоды, да, на рынке есть какие-то второстепенные признаки, указывающие на то, что бычий интерес довольно высок. Так, помимо прочего, помимо высокого бычьего интереса, много есть тех, кто в рост не верит, в том числе, ну, или не верил, по крайней мере, в числе которых я записываю и себя, а, значит, и есть встречная ликвидность на весь этот потенциальный рост. То есть, помимо покупателей, которые могут здесь продвинуть цену вперед, есть и продавцы со стоп-лоссами, есть продавцы с, скажем так, ликвидациями, которые тоже могут продвинуть цену наверх. В связи с этим, как будто бы больше, несколько вероятности сейчас увидеть истинное движение далее, по аналогии с тем, которое мы видели в октябре прошлого года. То есть, была похожая ситуация. Тоже у нас рынок после того, как двинул на нижнюю границу вот этого диапазона, также достаточно быстро прошел верхнюю границу, после чего с консолидациями и с новыми рывками он вышел на новые максимумы. Поэтому на данный момент времени, ну, рынок выглядит, точнее, движение текущее, оно выглядит не прям слабо, да, как будто бы он такой средней силы с небольшим перевесом в лонг. Вместе с тем, да, обращаю ваше внимание, что, похоже, ситуация в краткосроке была у нас вот здесь, да, это начало этого года, тоже у нас после отбоя от верхней границы мы увидели проход выше, но после чего у нас она не зафиксировалась, и мы довольно быстро улетели на 38 тысяч. Поэтому я бы, по меньшей мере, посмотрел, чем закончится ситуация в ближайшие, там, несколько часов, ну, или, по крайней мере, до открытия американской сессии. И если цену все так же будут удерживать, если цена, там, пройдет на 52 плюс или 53 плюс, то вполне возможно, что, как бы, опасность сложного пробоя, похожей структуры, она миновала, и рынок у нас уже готов к сценарию дальнейшего роста. Это будет хорошо, да, для бэкоп, у меня, напоминаю, ситуация не прям сильно бычая в инвестиционной части, потому что я уже половину закрыл, рассчитывая на то, что BTC у нас сформирует, по меньшей мере, существенную коррекцию или вообще уйдет вниз. Поэтому во мне, как и в нормальном любом человеке, ну, умеренно нормальном человеке, играет фома, да, что все-таки здесь можно было больше позиции находиться. Но таков контроль рисков, и, к сожалению, сейчас позиция, ну, половину меньше, чем она могла быть. Значит, что же касается долгосрочной перспективы. Смотрите, здесь у нас есть, ну, такая довольно простая закономерность в поведении биткоина, начиная с 16 тысяч долларов, когда он начал этот свой рост. Оказывается, он уже вырос более чем в три раза недавно, я посмотрел. А как будто бы этот бычий цикл, он и не начинался. Не знаю, вот у кого какие внутренние ощущения, но обычно на бычке есть такой гол энтузиазм, что там все растет, все надо скупать и так далее. Сейчас же биткоин вырос уже в три раза со своего дна, но какой-то такого, не знаю, настроения бычьего и ажиотажа в СМИ нет. Не знаю, может это мне только так кажется, но как будто бы расклад немного другой. На самом деле это даже в среднем лучше для дальнейшего продвижения цены, нежели как бы существенный акцент. Значит, BlackRock нам тоже заявил, что они скупают BTC или планируют скупать BTC. Понятно, что такие новости вбрасываются, как правило, после того, как уже все сделки совершены или большая часть сделок совершена. И на текущий момент это на цену не оказывает никакого влияния. Но тем не менее, давайте посмотрим на то, как у нас ситуация продвигалась, для того, чтобы понять, чем это все может закончиться. Значит, у нас максимальные объемы, которые были по биткоину, вот здесь они немного по-другому почему-то падают. Но, значит, если смотреть по всем биржам, то я могу сказать, что максимальные объемы в биткоинах, они были у нас вот здесь. В рамках ноября-декабря 2022 года, да, и кусочек января, после чего у нас рынок достаточно сильно подрос. Также довольно большое количество было набрано здесь, и, как мы уже сейчас можем понять, был существенный добор около, ну, со средней ценой, да, там, я думаю, что где-то 27-28 тысяч долларов. В итоге, так как мы делаем вывод, что все, что у нас было набрано здесь, реализовано здесь не было, да, очевидно, иначе бы мы не видели вот такого вот существенного роста, то мы должны посмотреть, насколько много реализовано биткоинов на данный момент времени. Мы видим, что объемы, которые мы наблюдаем в декабре, январе и кусочки февраля этого года, то они несопоставимо меньше, чем даже уровень добора, который у нас был в марте-октябре. И, на самом деле, если до этого мы, ну, я, по крайней мере, себе объяснял это тем, что рынок у нас мог доскидывать на росте, скажем так, вот на этом росте, на этом, до накоплений, и вообще было много до этого возможностей, то сейчас, когда рынок у нас не пошел значительно ниже, и явно давление продавцов здесь сильного не прослеживается, то будто бы это все еще до сих пор не скинуто, все, что было набрано ниже. Также рынок у нас рисует достаточно, ну, незамысловатый, незамысловатый рисунок продвижения по моим таким поверхностным расчетам. Если это у нас уже этап роста, который начался вот здесь, то рынок у нас должен вырасти на all-time high, где-то на отметку около 77 тысяч долларов, при этом с промежуточным до накоплением, небольшим до накоплением, не таким, какое было, например, вот здесь или вот здесь, а скорее таким, какое было, например, вот здесь или какое было, например, вот здесь, на этом этапе, где-то на отметке около 58 тысяч, как я уже сказал. Значит, это рассчитывается очень несложно. Если вы посмотрите на предыдущую часть графика, вы увидите, что рынок у нас с момента формирования своего такого локального дна, который вычисляется по сильному уровню поддержки после падения, после такого коррекционного движения. То есть, вот здесь я эту отметку вижу на 16200, здесь я вижу эту отметку на 25600 и в текущей консолидации, которая еще до сих пор актуальна, я вижу эту отметку на цене около 40400. Теперь, как несложно далее вычислить, у нас сила импульса с этой отметки до вершины, которую в последующем у нас рынок сформирует, это 90% и в первом случае, и во втором случае это было по 90%. Соответственно, в абсолюте прирост, естественно, здесь побольше, потому что база сравнения здесь меньше, здесь выше. Но в итоге, если мы то же самое замерим 40 тысяч, то мы увидим, что это отметка около 77 тысяч долларов. Это в случае продолжения бычьего цикла, который сейчас наблюдается. Также мы видим, что всегда в подобном цикле есть промежуточная стадия до накопления, минимальная, которая проходит по сценарию или базовой сценарии разгрузки, то есть, когда у нас рынок немного застывает и скидывает покупателей резко, после чего продолжает рост. Или по второму сценарию, который у нас был не так давно, это зона до накопления с таким, как бы, ну, не восходящим клином, но, в общем, с продолжением роста, не быстрым, но с продолжением, когда у нас идет, как бы, до аккумуляции оппозиции. В итоге, эта зона, она тоже имеет свои характеристики, и, как мы можем увидеть, у нас в среднем до нее рынок идет, я забыл процент, в общем, да, 40 процентов он у нас до нее идет, и это как раз-таки около 58 тысяч 300. Здесь вообще никакого уровня нет, до этого, ну, как бы, очень давно он был еще в марте 21 года, но сейчас я не вижу, чтобы он как-то активно этот уровень участвовал. Поэтому, казалось бы, некорректно, но, с другой стороны, у нас и вот эти вот уровни, которые были до накопления предыдущих и до накопления последних, которые у нас было в ноябре этого года, они также не останавливались на каких-то важных отметках, то есть, они их сами с нуля формировали. И с этим, как бы, 58 как будто бы выглядит, ну, не ошибкой здесь в качестве претендента на зону до накопления. Вот, это значимые наблюдения по биткоину, который сейчас, скажем так, выглядит сильнее, чем до этого. Вполне возможно, что придется как-то менять свою дальнейшую инвестиционную стратегию. Не хочется сидеть в 50% здесь, учитывая, что рынок у нас широко растет. Но и 50%, да, которые вот здесь вот обкешены, то есть, их нужно куда-то определять. Хочется определить вольткоины, но будто бы в среднем определение вольткоины здесь несет больше риск и не согласуется, как бы, с моей стратегией инвестиций на криптовалюте. Потому что, ну, как бы, биткоины, альткоины – это принципиально разный уровень риска, принципиально разные возможности глубины просадки и вообще принципиально разное, как бы, желание находиться в этих активах продолжительное время, если что-то не срастется. То есть, я бы, например, 3 года присидел в биткоине лучше, чем 3 года в каком-нибудь условном линке, да, или троне, которые хоть и дают хорошее прирост со своего локального дна или глобального дна на этапах роста рынка, но они падают там в 10 раз, например, да, и даже если они потом дадут там свои x5, x10 со дна, они могут даже не дойти до отметок, по которым были закуплены в рамках предыдущего цикла. Ну, в общем, я думаю, что те, кто на криптовалютном рынке давно, прекрасно понимают примерно о чем я говорю. Вот. Стратегию я еще пока не придумал, что мне здесь делать. Возможно, ну и с большей вероятностью, скажем так, это будут какие-то топовые альты, которые еще не подросли, возможно, даже эфир, например, в который можно будет зайти, пока он еще не сильно вырос, он далеко от своего all-time high, и в нем посидеть, и все-таки он и на этапах снижения тоже не прям драматически падает. Ну, или какой-нибудь стремный ripple, да, который хоть и не растет никогда, но и он и не падает уже последнее время, так что очень сильно тоже. Вот. Значит, вернемся к нашим баранам эфирам. Здесь у нас мы видим тоже перебитие годового максимума. Пока что каких-то сильных движений здесь не наблюдается. Недавно смотрел график по отношению к BTC. Там тоже ничего особо интересного нет, и цена у нас до сих пор консолидируется ближе к своему локальному дну. При этом, я бы сказал, что здесь ситуация выглядит очень неплохо, и я думаю, что в ближайшее время, если BTC у нас продержится, то эфир, скорее всего, будет подрастать. Поэтому еще одна причина, да, почему он является моим кандидатом номер один на определение кэша. То есть риски здесь умеренные, выше, чем на BTC, но умеренные. Но и потенциал роста, и возможность залезть будто бы лучше, чем на BTC. Вот, поэтому эфир неплохо, лайк ему. Дальше, значит, трон тоже, ну, здесь без каких-то откровений, то есть он все так же продолжает свой рост. Не сказать, что какие-то суперденьги, да, он в данный момент нам делает. 20% с момента покупочки, но это далеко не предел мечтаний, даже на текущем рынке. Сейчас он расправляется с максимумом, я надеюсь, что он с ним расправится. График до сих пор выглядит очень неплохо, в связи с чем я готов в нем дальше посидеть. В линке аналогично, тоже готов дальше посидеть. Теперь смотрю на Нер и хочу в него снова вернуться. Он уже нам дал, да, там неплохие цифры, когда он с этим клином расправлялся. Также мы здесь видим, что он, как и многие другие монеты, также сформировал ретест зоны поддержки от 2.4 до 2.7. И, не знаю, будто правильно будет здесь переобуться и снова в него зайти, возможно, какой-то небольшой частью, и попробовать взять все-таки движение до 6 или до 8. То есть, примерно такое. Это дает неплохой процент, при этом риски здесь присутствуют, очевидно, но они не прям сильно большие, по крайней мере, по сравнению с другими монетами. Здесь чем? Как бы Нер сейчас кандидат, но один из первых кандидатов на то, чтобы в него вписаться. Итог, да, большое видео, много болтовни, а значит, нужно подвести какой-то итог. Итог следующий. Биткоин выглядит неплохо. Единственное, что ему нужно сделать, это не повторять судьбу ложного пробоя, который у нас был в начале января этого года, и тогда все будет хорошо, дай бог. Значит, у нас, у биткоина есть несколько целей дальнейшего движения по разогреву вот этого вот восходящего тренда с отметкой 58,77. При этом мне, ну то есть у меня есть только половина в биткоине, ну точнее половина позиции, которая была изначально, а значит, нужно что-то с этим кэшем делать. В биткоин снова входить, перезаходить не хочется, то есть есть какое-то внутреннее ощущение, что я могу поймать хай, да, со своим уровнем удачи в этом цикле, в связи с чем я смотрю больше в сторону того же эфира, который при, ну, чуть больших рисках несет значительно больший потенциальный профит. По двум другим монетам, которые у нас там висят, я склонен их поддержать, и также посмотреть на монету NER, которая неплохо себя показывает на ретесте диапазона. Вот и все. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйся о том, что вы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения, строго улучшение применения самостоятельно. С вами прощаюсь, всего хорошего и пока. Субтитры сделал DimaTorzok